всем бокс братва с вами рома михайлов металл youtube канал всем бокс не так давно мы с вами смотрели выпуск про джебы в корпус проверил копье как его втыкать как им протыкать а сегодня мы с вами поговорим о втором прямом ударе который у нас есть ведь руки у нас две и поэтому удара тоже 2 и второй удар я называю торпеда и второй удар это не что иное как вы поняли это правый прямой в корпус и левый прямой в корпус у левши потому что для левши это вообще один из основных ударов вообще в арсенале как он есть эта торпеда одна из основных у правши в меньшей степени но когда он не против левши против левши опять же у него на первый план выходит этот удар в корпус и так братва что такое правый прямой в корпус и чем он отличается от правого в корпус в голову прямого удара это во первую конечно и во вторых и в третьих это ноги когда мы бьем в голову у нас ноги находятся в обычной позиции в прямой вот здесь когда мы бьем в корпус мы ноги не держим так мы не бьем вот так вот просто вниз не наклоняемся по яйцам не соскальвиваем как ноги любят бить вот так вот и идти напрямую ну-ка вид мне прямо удар навстречу правый полонг вот так вот любители вот так вот или можно получше вот так вот налетать есть любители но мы к таким и относимся мы делаем что мы делаем работу ног что тут же какая здесь нужно быть работа ног должна быть размножка как вот вы делаете размножку на на разминки просто на тренировке. Такая же разножка есть. То есть ноги, вот это были ноги 100%, и мне нужно сделать ноги 150-200% вот сюда. То есть вот сюда упасть, вот здесь оказаться в ударе. При этом ноги должны быть на ширине плеч, во-первых. А во-вторых, что самое главное и немаловажное, что у тебя колено должно быть под собой. Нельзя делать вот так вот движение. Вставать, вставать вот так вот на шпагат, вот так вот ноги делать. Так не надо. А надо правое колено или левое колено у левши забирать прямо под себя, чтобы у вас было колено под головой, вот здесь. Второй момент. Спина максимально прямо, даже с отклонением назад, потому что когда он здесь, Ветер, подойди, пожалуйста, да. Самая безопасная позиция будет, когда вы пробьете и вы будете вот здесь. Вот безопасность где. Потому что здесь вы будете перекрыты. Если у вас спина здесь, вы сразу же идете на удар. Вы не должны идти на удар здесь. Вот так вот. Вы должны упасть вниз. Бум. Упасть вниз. И здесь быть, естественно, перекрыты. Упасть вниз. А если вы хорошо упали вниз и поджали вниз свой подбородок, то никуда, кроме как по лбу, никуда, кроме как по лбу вас уже не цепанут. Я вам могу 100% сказать, что если чувак хорошо бьет правый прямой в корпус или левый прямой в корпус, его уже не контрят. Потому что контрить можно только того, кто вафлю бьет. А когда он жестко пробивает, это неравноценный размен. Я знаю по себе, потому что я в корпус пропускал намного больше, чем в голову, потому что я высокий. То есть это понятное дело. То есть ты можешь кого-то контрить здесь, проваливать здесь, там здесь, встречать его. Но если он жестко пробивает, это неравноценный размен. Что ты ему по лбу просто вот так вот волосы причешешь, попадешь. А он тебе жестко реально засадит торпеду. Ну, Ветер, встань в стойку, немножко сделай блок, потому что покажем уже немножко удар, да. Покажем удар, чтобы парни поняли, что это реально торпеда. Как здесь пробивается? Я напоминаю, ребята. Нахожусь здесь на дистанции дальней, что не достоин без движения вперед. Здесь не разножку вот такую делаю, а правое колено под себя и в основном движение, видите, делает левая нога. Вот. Вот оно движение, вот оно. Спина прямо. Вот здесь. Вот здесь надо находиться. И здесь безопасность и мощь. Безопасность и мощь. И этот удар прилетит. Вот он стоит, Ветель правша. Как будто, да. Вещь он держит, ну, встань правшу, да. То есть держит тут локоть. Не блочь. Он прилетит вот здесь вовнутрь, этот удар. Вовнутрь прилетит удар. Держит узко. Ветель, возьми вот так вот. Узко. Кому заблочь здесь защиту, да. Хоп, здесь, да. То можно бить прямо сюда. Прямо сюда. Прямо сюда залетит этот удар. То есть вариация всегда есть. Всегда можно пустить в жесточайшую торпеду. И, ну, только если он не встанет совсем вот так фронтально, тогда уже прямой, естественно, не зайдет. Если есть щель здесь, ну, вот, вот видите, смотрите. Если есть щель вот здесь или вот здесь, то он залетет. Тут, конечно, если перекроетесь, тут уже не до прямого будет. В целом. Но в этом случае он зайдет всегда. Что касается, естественно, вот Ветель сам уже встал в свою привычную стойку левши. И это жесть сразу происходит. Потому что посмотрите, что произошло. Он стоял ко мне сначала плечом, а сейчас он стоит ко мне внутренней стороной. И поэтому любой мой прямой удар задней руки, как и его любой удар, он приходится как бы внутрь корпуса. Сейчас не было. Ветель, опусти эту руку. Вот так, да. Чтобы они видели. А эту подними. Чтобы они видели. Да, вот здесь. То есть он приходится прямо вот сюда. Прямо сюда. Прямо сюда приходится. То есть левши он в печень прилетает, правши он прилетает в селезенку, в солнышко и тоже, так скажем, правшу роняет. Левши чаще этот удар бьют, потому что они чаще боксируют с правшами и больше уже поняли суть этого удара. А правши, к сожалению, реже в бою с левшами. Потому что это реально работает. Я достану еще раз. Если же я в левше, встань в блок. Ну, хорошо, заблочь здесь, да. Я побросаю. То есть находясь здесь, опять же, с дальней. Это самый длинный удар. Самый длинный удар. То есть прямо, видите, находясь, смотрите, как далеко. Я проваливаю здесь, видите, я здесь. Рука перед собой. Вот это вот. Находясь здесь, я играю, двигаюсь и пробиваю жестко. Прямо издалека. Есть здесь нюансы с точки зрения работы с левшой. Какие? Но один открою, а остальные оставим на выпуск. Потому как работать левша с правшой, это уже выпишите в комментариях, если хотите увидеть. Какой здесь основной нюанс? Обратите внимание, что я передней ногой. Вот мы стоим. У нас ноги друг напротив друга находятся. И я работаю... Сейчас, Ветель, руки не поднимай. И я работаю не здесь, не здесь. А у меня передняя нога во внешнюю сторону залетает. То есть я оказываюсь... Вот, Ветель, вытянем переднюю руку. Видите где? Поддержи, пожалуйста. То есть я был здесь. И вот сюда я захожу. Вот сюда. Бум. Естественно, вы уже поняли, что это жесточайшая работа против джеба. Что когда у левши здесь джеб, поднимаем этот джеб, он его бросает, я здесь пробиваю. Но это опять другая история. Контрработа. Пишите, если хотите увидеть. И все будет. Как выйти? Как выйти на этот удар? Варианты очень похожие на удары в корпус. Как научиться эти бить удары? Смотрите онлайн-школу бокса мою. Где? Как на нее посмотреть? Внизу написано. Или приходите ко мне в зал. По подготовке здесь тоже есть два основных момента. Ты можешь либо... Вот у Ветли, видите, как здесь свободно все. Почему? Низко держат трусы. Ребята, трусы до пупка у боксера должны быть натянуты. Во-первых, боксер только заправлен. Но это все знают боксеры. Кто ходит расправленным, тот не боксер. И если, конечно, мы часы отрабатываем, до пупка по правилам, ребят. И тогда вам залетать не будут. Вот у меня ниже пупка. И то, видите, я полностью могу перекрыться за счет эмбриона. Но ветер стоит прямо, поэтому не так. Короче, пусть он стоит сейчас уже в левше, неважно. То есть суть. Здесь опять же два варианта хорошего выхода. Либо мы раздергиваем его джебом. Здесь джеб. Оттягиваемся и отсюда пробиваем, пускаем торпеду. То есть я двигался, играл здесь. Джеб сюда, качтук, бум, пробил. Бум, 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 бум. Окей? Бум. Сразу же хоп на заднюю ногу. Зарядился. И отсюда, пум, жестко скрутился, пробил. Либо же это сразу происходит как двойка. Но если из вас кто-то еще не смотрел выпуск про джебы, посмотрите его в корпус. Тут тоже важно соблюдать один из основных постулатов работы двойки в корпус. Какой? Передний удар максимально высоко. Сюда. И максимально, не так сказать, попасть. Потому что если я здесь уже ретолю попаду, и он не пошел назад, мне уже негде здесь бить жестко. А у прямых ударов мощь и разгон происходят, когда? Когда рука прямо полностью выпрямлена. Вот в такой позиции будет максимально сильный удар. Вот здесь будет вата, шляпа, кепка и бейсболка. В полное говно. Красного цвета, верхушка гриба. Так что здесь, вертолю, подними, пожалуйста, руки. Что мы здесь выполняем? Та же самая схема. То есть я работаю здесь и бросаю первый джеб максимально вверх. Приподнимаюсь, как в двойке. И отсюда падаю. Вот она работа. Играю. Обманочку. Максимально в лоб. Достанешь, не достанешь. Когда твоя рука летит в него, вот эти движения будут у него сделаны. И второй удар. Если они не будут сделаны, эти движения, значит, у него нет рук. Значит, он их не поднимает. Если он особенно там сделает просто отклон, что-то такое, то это все здесь жесточайше пролетит. Еще момент. По поводу работы с лепшой. Мы с вами говорили о джебе, как работать джеб в корпус против шолдеролл, против американской защиты Филли Шелл, который я большой фанат. Хотите, я сниму про вам обучалки по американской школе. Хотя сам я белый, но чернота проступает потихоньку, как у потомка крепостных рабов. Так, вот вверх, встань в американку. Многие в американке работают сейчас, и левши в том числе. В Америке так все, вы знаете, да. Здесь ближе рукой к себе, ну вот это вот, вот здесь вот, да. Видите вот эту дырку? Это для чего дырка? С одного раза догадайтесь. Это дырка, чтобы ты вставлял туда право прямой, жесткий ему. Прямо в сердце. Хотя сердца у него там нет, потому что он левша. У него сердце с другой стороны. В смысле по отношению ко мне. В чем прикол, да, поняли? То есть здесь все мои атаки, они будут вот туда прилетать. И если он нехорошо не скручивается вот сюда по защите, но это отдельный разговор, тогда он будет вынимать. Он будет вынимать здесь. Он будет вынимать. Вынимать через обманки, когда я буду его открывать и так далее. Но это уже совсем другая история. А вы запомните главные постулаты. Упасть вниз, упасть вниз. Колено под башкой находится. Прямая спина. Левая нога идет немножко вперед. А не вот так вот делаем. На шпагат не садимся. И максимально жесткое положение руки. В двух словах про арсенал, про торпеду я вам сказал. Что дальше? Смотрите, подписывайтесь. Смотрите онлайн-школу. Где че, читайте комментарии внизу. И вы все поймете. Потому что нигде, кроме как здесь, никто, кроме нас, рилбоксу в онлайн-режиме вас не научит. С вами был Иоанн Михайлов. Веталь. Ютуб-канал Сембокс. Жесточайшая торпеда в корпус. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...